Видно, как меня слышно. Очень рада видеть вас всех на нашем вебинаре. В эту непогоду, не знаю, как у вас, в таком городе у нас сегодня прям совсем не лето. Вот, вижу, пошли плюсики. Отлично, здорово. Вот, ну, наверное, прежде чем начну говорить, рассказывать немножко о себе, хочется поближе познакомиться. Меня зовут Екатерина Дробицкая, я директор компании. Сегодня я с вами поделюсь своей историей успеха. Ну, и прежде чем буду рассказывать, наверное, очень хотелось бы сделать такую небольшую перекричку. Напишите, если вам не сложно. Я буду очень рада видеть, из какого мы сегодня города все здесь собрались. Кто где находится? Вот я вам пишу, я нахожусь в городе Витебске. Так, вижу, пошли Минск, Витебск, Финск, Ага, Бешенковичи, отлично, Витебск, 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 Витебск. Здорово, отлично, знаете, клёск вообще отлично. Смотрите, на самом деле, почему я стала заводить систему, потому что сейчас начну рассказывать о себе, и вы увидите, что независимо от того, где мы находимся, Ага, вижу, Толочин, Минск, мы можем развивать свою работу онлайн, независимо от того, в каком городе вы находитесь, независимо от того, какого размера этот город, да. Вот, поэтому, наверное, начну, да, чтобы не задерживать, буду рассказывать о себе, я думаю, что кто-то, наверное, слышал уже мою историю успеха, но я повторюсь. Будем знакомиться. Это я. Вот такая я пришла в компанию Reflame, это было почти 10 лет назад. Будучи ещё студенткой первого курса, меня пригласила сюда моя подруга, да, в компанию. Вот такая вот я зарегистрировалась. И для себя в компании Reflame я решила, что я буду покупать дешевле. Всё, что мне нужно было, это просто скидка. Ага, вот. И если говорить обо мне, то тогда начнём с самых-самых-самых начал. Наверное, многие знают, что наша большая команда Елены Ракочи и Дениса Берякова началась как раз из очень маленького и красивого города. Это город Новолковаль. В нём я родилась, в нём я выросла. Это потрясающий красотый город. Вот видите на фотографии, он на самом деле очень-очень-очень небольшой. Это где-то 10 тысяч населения. 10-12, наверное, как-то так. Чем этот город интересный? Ну, конечно же, видите, он потрясающей красоты. Он зелёный. Там, можно сказать, город, практически один город, это парк. Он самый молодой у нас в Республике Беларусь. Ещё он интересен тем, что летом там есть что делать, если хорошая погода, и совсем нечего делать зимой. Да, то есть сейчас вот хорошо, что появился интернет, да, а когда мы росли, интернета не было и как-то было совсем ничем заняться. Вот, поэтому город потрясающий. Выросла я здесь, прожила 25 лет в этом городе. И училась я в школе, как все хорошие девочки, я училась практически на отлично, да, до 9 класса я была отличницей. Да, и уже в 10 классе я была хорош... в 10-11 классе я была хорошисткой. И я любила учиться, на самом деле, ну, мне как-то так... ну, было интересно. Я понимала, что, возможно, мне что-то пригодится в жизни. И, конечно, то, что мне пригодилось, как вы понимаете, да, среднее образование, оно даёт нам с вами иногда возможность учиться, да, иногда получать какую-то пользу, иногда просто для базового образования. Здесь я училась в 11 классах, и произошла такая ситуация, конечно же, после 11 класса все мы поступаем куда-то, да, вот, но после 9 класса у меня погиб отец, и я понимала, что я не буду поступать очно, да, потому что я хотела работать, я хотела зарабатывать деньги, и понимала, что, ну, большая нагрузка будет моей мамы, у нас, ну, двое детей у неё, да, и у меня родилась племянница, да, там, незадолго до этого. Вот, и получается, что мы вот четвером четыре девушки жили в одной квартире, я мама, сестра и её дочка, и я понимала, что, ну, я не хочу быть нагрузкой для мамы, и поступала я учиться заочно, это было, ну, в моих планах, да, и я устроилась сразу на работу. Понимала, что хочу зарабатывать, и уже в 18 лет у меня первая запись трудовой книжки, да, я устроилась работать. Конечно же, параллельно я училась, да, и у меня стояло в планах оплатить самой себе учёбу, ну, и, конечно же, это я и сделала. Проработала явно в Волкомле пару лет, и после того, как маленький город, да, если говорить, ну, о том, что за перспективы там есть, наверное, кто-то, ну, я понимаю, что здесь были Толочин, Бешенковичи, да, вот маленькие города, наверное, вы меня сейчас поймёте. Когда ты живёшь в маленьком городе, у тебя всё потрясающе прекрасно и одинаково. У тебя есть твоя фиксированная зарплата, да, она не была маленькая, я сказала, когда я жила в Волкомле, зарплаты мне хватало на себя и на, как бы, потратить и купить что-то себе. За одежды периодически, да, вот хотя бы раз там в месяц что-то покупать, да, ну, и кушать, как бы, хорошую пищу. Но это вот такая очень пушная жизнь, жизнь, в которой не хватает эмоций, да, что такое вот на картиночке, да, что такое маленький город. Это когда в течение дня вы на улицах видите, ну, не так много проезжающих машин, несколько бабушек и мам, которые гуляют с колясками, да, ну, и летом, конечно же, ещё дети, студенты на каникулах, они тоже ходят по городу. У тебя есть деньги, да, вот небольшие, как бы, такие в запасах, они всегда были, но тебе некуда их тратить. Ты ничего не хочешь, да, потому что ты ничего не видишь, в принципе, да. Нету, как таковых, кафе, нету, никаких развлекательных заведений не было, да, у нас была один раз дискотека, да, один раз в неделю, мы когда учились в школе, да, на первых курсах университета, конечно же, туда ходили, вот это был наш праздник, да. В принципе, больше ничего ты не видишь. Рынок один раз в неделю, туда привозится приблизительно одна и та же одежда. И вот как-то ты живёшь по такому одинаковому шаблону, и, ну, не понимаешь, что, ну, что может быть ещё лучше. Ну, хочу сказать огромное спасибо, что у нас, сейчас скажу, когда, ну, буквально, наверное, на первом, на втором моем курсе университета, это было вот около 10 лет назад, появился очень активно в Новокомле, старался, не знаю, как в других городах, да, я до этого не жила там, стал развиваться интернет. И тогда, уже тогда, когда ты стал видеть, что происходит в соседних городах, как одеваются люди, да, тебе стало немножко интересно. И тогда ты видишь какой-то новый уровень жизни, да, ты смотришь, появились социальные сети, все стали выкладывать фотографии где-то в Одноклассниках, в Фонтакте, да, эти социальные сети люди тогда были. Конечно же, тебе было очень интересно. И когда твои одногодские жили в других городах, Минск, Витеб, всегда кто-то жил в Нидереве, и ты видишь их красивые фотографии, конечно же, мне захотелось тоже красивой, активной, насыщенной жизни. И через два года, когда я закончила школу, я поехала жить в город Минск, в нашу столицу, в этот потрясающий красотый город, искренне завидуюсь тем, кто живет в городе Минске, я очень его люблю, с радостью туда приезжаю. И, вы знаете, я искала работу, конечно же, я, ну, еще училась, не могла устроиться по специальностям на работу, и я искала себя. Искала где-то какое-то возможность, около полутора месяцев я искала работу, ходила на собеседование, ну, а так, наверное, меня поймут те, кто приезжал вот так вот незнакомым человеком в город, вы, наверное, поймете, когда ты приезжаешь, ты не знаешь города, интернет как бы у тебя еще, ну, не то, чтобы есть на телефоне, ты не можешь сильно сориентироваться, да, ну, куда тебе ехать, и вот куда-то едешь, да, куда-то на собеседование, ну, что промышленность за чертой города, да, и ты едешь в непонятном направлении. Мне предлагали вакансии продавцов, да, ну, куда еще, можно сказать, девочка, там, 21-22 года. Продавцы-консультанты, администраторы разных салонов, да, но я понимала, что тут опять будет, по сути, то же самое, что и в Новом Комле, не будет никакого развития, да, я буду иметь свою зарплату, но, конечно же, жизнь будет более веселой, ну, потому что это уже мир. Но когда я стала выбирать, ну, из того вообще, что я хочу, да, какой уровень жизни я хочу, и мне помог мой двоюродный брат, он предложил мне работу, он там занимается программированием, и сказал, Катя, если хочешь, давай обучайся работе на компьютере, да, то есть он мне дал определенный срок, чтобы я научилась делать все, что нужно. Да, да, Ксения, Новом Комле красиво, но на самом деле скучно. Вот, я научилась делать то, что нужно за полтора месяца обучения и вступила, конечно, на свои обязанности. Работала я с 3 дни, была менеджером по подбору персоналом и менеджером по модераторам на нескольких сайтах, да, на которых он работал. И тогда уже я понимала, что за интернетом, конечно же, будет будущее. И вот, да, сейчас мы с вами все работаем онлайн, сейчас мы все находимся в разных городах, не глядя ни на что, мы все одинаково можем работать, да, у нас у всех одинаковые возможности. И почему я стала задумываться, я работала, у меня была хорошая зарплата, снимала квартиру, зарплата была более 500 долларов, да, постоянно. Ну, вот как тогда, да, вырвавшись из Нового Гомбля, конечно же, я получала большое удовольствие. Я ходила туда, куда хотела, одевалась так, как хотела. Но, понимаете, все равно, как бы, какой бы ни был уровень жизни, есть то, что находится выше этого среднего уровня. Хорошее заведение, да, в которое ты иногда не можешь себе пойти, позволить сходить. Ну, какого-то среднего уровня можешь, а хорошее не можешь. Прекрасные, красивые коллекции одежды, которые ты тоже хочешь, вроде бы, ты даже, ну, хочешь сюда зайти, посмотреть, но ты даже не заходишь, да. Вроде бы ты смотришь, понимаешь, что нет, в этот брендовый магазин я не пойду, я прийду, если я понимаю, какие там сцены. Когда ты не можешь позволить себе сходить в крутой кинотеатр, да, когда ты понимаешь, что бред стоит, ну, как сходить пять раз в простой кинотеатр, да. Когда есть разные вечеринки, разные мероприятия, да, и ты не можешь их позволить, потому что они для другого уровня. То есть, конечно, ты можешь войти, дать тебе чашечку кофе и просто сидеть вот и накладываться атмосферой. Но я понимала, что, ну, я хочу по-другому, да, вот хочется что-то сделать другое. Вот, и вопрос, конечно же, стал, что делать нам, что делать, где брать на все на это деньги. И, ну, благодаря тому, что я училась, конечно же, пришел период, когда университет мой закончился, по образованию у меня высшее юридическое образование. И, вы знаете, мне очень нравилось учиться, мне нравилась моя специальность, мне было действительно интересно специализация у меня судебно-прокурорство, следственная деятельность. Это все безумно интересно. И когда на практике я работала в прокуратуре Минского района, мне тоже было очень интересно, но практика была оплачиваемая. И вот, ну, на одну ставочку была зарплата в пять раз меньше, чем ту зарплату, которую получала я. И, естественно, что за два месяца работы, да, мы пообщались с огромным количеством ученых молодых, которые там работали, и я стала понимать, что какая бы ни была красивая у тебя, какие бы ни были красивые погоны у тебя, да, ты работаешь в прокуратуре Минского района, это очень красиво звучит, да, какая бы ни была у тебя вот эта вот моя крыльца, твое красивое название, да, твои погоны, все уперлось вот очень интересно мне. Все потрясающе классно, но денег стало интересовалось пять раз меньше. И, вы знаете, тогда я стала задумываться о том, что когда-то меня, моя подруга Аня Козловская, я стала изучать, стала что-то смотреть, и стала понимать, что я не готова, ну, я просто поняла, что я не готова работать, я могла вернуться к брату, да, на фирму, но я понимала, что все равно мой доход будет ограничен, что в программировании я не понимаю вообще ничего, да, и заново начинать, ну, как бы обучение в этой сфере мне не хотелось, я понимала, что это очередные пять лет, и все равно пять лет я буду работать практически так, как и работала с таким же доходом. Буду платить, ну, тогда вот цены были другие, да, тогда 150 долларов за квартиру однокомнатную в Винске, нужно было платить, и все равно оно не хватало, да, все-таки хочется, наверное, позволять себе то, что именно хочется, да, а не в 55 решить, что надо что-то, надо же начинать делать. И тогда, конечно же, я стала задумываться о том, что можно изменить в своей жизни. Новый день – это шанс изменить свою жизнь, и именно сегодня тот день для того, чтобы начать ее менять. Задумываться о том, чего ты хочешь, да, чего ты достоин. Я стала, когда стала смотреть, какой уровень жизни в Минске, какие красивые машины в городе есть, какие есть потрясающие квартиры, наверное, многоэтажных домов, да, какая есть красивая одежда, какие есть потрясающие рестораны. И вы знаете, например, вот если сравнивать с машиной, я понимала, что за рулем сидит, ну, например, либо парень, либо девушка. Я понимала, что, наверное, большинство этих людей не намного умнее меня. Но я с высшим образованием, училась хорошо, но ведь, наверное, что-то не делаю в жизни по-другому. И тогда я стала думать, я стала искать, что нужно нам в этой жизни, да. Мне должно было прийти какое-то озарение, да. И, как я уже говорила, конечно же, сравнивая, изучая, что нужно сделать, зачем нашему... в нашей жизни даются вот все шансы. Вы же понимаете, когда нас куда-то забыть, ну, для чего нам судьба дает какой-то шанс. И именно тогда в мою жизнь начала приходить компания Reflame. Мне вот эту компанию, да, как я вам говорила, на первом курсе университета моя лучшая подруга, Аня Козловская, это сейчас мой уже стоящий золотой директор, она пригласила меня в Reflame. Огромное тебе, Аня, спасибо за то, что ты меня когда-то, тогда... И вы знаете, как я зарегистрировалась? Я же даже не первая моя регистрация в компании Reflame. Она приехала ко мне из Минска для того, чтобы зарегистрировать, да, потому что вот она как бы приехала в Новую Коваль, чтобы пообщаться со мной и, конечно же, помочь мне зарегистрировать. Но она мне тогда говорила о том, что нужно в Reflame работать, что давай, если будет интересно, мы начнем, да, все будем делать вместе, помогу, но... Но тогда я была уверена, это не мое, мне это не надо, и все, в принципе, было, ну, не так плохо, как казалось бы, да. И когда я уже рассмотрела в таком сознательном, да, то есть в возрасте, я рассмотрела компанию Reflame как возможность постоянного дохода, как возможность реализоваться себя как человека. Да, да, Аня, все верно. Поэтому, когда я пришла в Reflame уже осознанно, первое задание, которое мне сказала Аня, это напиши свои мечты. Зачем ты пришла в эту компанию? Зачем тебе выйти в Reflame? И она мне сказала... Написать либо 30, либо 40 мечт. А он 40, она говорила. И я, конечно, понимаю, что я могу купить себе на свою зарплату и вообще, как бы, ну, зачем мне себя тешить какими-то надеждами, да. Я никогда не понимала тех людей, которые мечтают. И думаю, боже мой, я, ну, честно говорю, что я думала, я думаю, что если вы со мной сейчас согласитесь, поставьте мне в чате плюсики, да. Вот я думала, ну, зачем себя тешить, да. Видите, я сейчас напланирую чего-то там в этой жизни, что-то захочу. А потом я понимала, что я этого не доплюсь. И, конечно же, я расстроюсь еще больше, чем было до этого. Лучше я не буду себе ничего планировать, и так будет проще жить. Вот, на самом деле, я вижу, что есть те, которые меня поддерживают. Я думаю, что таких людей на самом деле много. И все же от нас зависит. И сейчас я понимаю, как сильна наша сила мысли, да. Вот, и Аня сказала написать свои 40 мечт. Это было непростое задание. Для меня, мне кажется, одно из самых непростых, которое было задано на первом этапе. Но, конечно же, я их написала. Какие это были мечты, да, о чем мы мечтаем? Конечно же, это отдых. Все верно. В жизни нужно мечтать, да, чтобы было к чему стремиться. А тогда я думала, зачем мне это надо. И какие это были мечты. И самая главная мечта, это, конечно же, отдых. Это, конечно же, путешествие. Пока я была маленькая, у меня бабушка родная, мне попали в Стополе. И пока я была маленькая, мы очень часто ездили в этот город. Это город потрясающей красоты. Я его очень люблю. Туда я возвращаюсь как вот с таким теплом, да, воспринимание из детства. Хочется туда ездить, хочется там находиться, да. Это непередаваемое ощущение. Это такая еще одна моя маленькая родина, да, где хочется. Раньше кто, наверное, помнит, что Стополе-то был закрытый город, да, и туда не всех пускали. И поэтому тогда, вот я помню, когда была маленькая, это было просто что-то, ну, не знаю, потрясающее в моей жизни, когда мы ехали туда. Вот, я понимала, что я хочу путешествовать. Но пока я училась 5 лет, я не могла себе позволить ни одного отдыха, просто потому что у меня было 2 сессии в году, они были по месяцу, по 28, по 30 дней. И первая моя сессия уходила с счетного отпуска, ну, а вторую сессию я брала за свой счет. Я не могла никуда поехать. И, конечно же, моя первая цель в компании «Рикфейн» стала, это, как говорится, любой адекватный человек, конечно же, съездить на отдых. И стирать цель, которая мне очень-очень понравилась, да, это, конечно же, дарить хорошие подарки. Я создалась целью сделать хороший подарок своей маме, да, на тот момент, когда мы разъехались в разные города, мама не стала удобной стиральной машины, я поняла, что, ну, либо мамам будет, ну, как бы, все расстроено, либо я ей подарю ее. Вот как бы мне стояла такая цель. Конечно же, как любая, я хотела иметь гардероб новый, да, я хотела обновить, я хотела какой-то красивый уровень. На самом деле, когда училась и когда работала, да, мне не было поводов красиво одеваться. В чем я ходила, да, это были джинсы, кроссовки, ну, какие-то, наверное, туфли иногда без каблука, фитера, байки, рубашки. То есть, ну, мне не было куда красиво одеваться. Я работала в, ну, у меня был кабинет, в котором я работала одна, поэтому, как бы, выхорошиваться, как говорится, некуда было, не было поводов выходить. А если у нас были какие-то корпоративы, то они были, обычно, ну, у нас собирались так, после работы мы идем все вместе в какое-то кафе, да, и в каком виде я была, в таком виде я и пошла. Вот, поэтому, конечно же, я мечтала иметь что-то новое в гардеробе. Я хотела одеваться красиво, я хотела чувствовать себя девушкой, чтобы ходить на каблуках, чтобы у меня были платья, да, чтобы были платья в пол, и их было тоже куда одевать. То есть, этого хотелось. Ну, мне кажется, любая девушка этого хочет. И, конечно же, я понимала, что в нашей жизни очень важна свобода. Свобода, которой очень часто нам не хватает. И иногда, пока вот ты не ощутишь вот эту вот свободу, ты не поймешь вообще, что это такое. Да, то есть, ты вроде бы как хочешь понимать, но пока ты вот не окунулся в эту атмосферу, ну, сложно даже представить, что это. Что такое свобода в моем понимании? Это свобода времени провождения с семьей. Это свобода, когда ты, во сколько ты просыпаешься, да. Это свобода распоряжением, например, своими деньгами. Это свобода, когда ты не привязан к месту работы. Да, мы сейчас с вами работаем онлайн, мы берем ноутбук и едем в любую страну. Да, то есть, и мы можем работать где угодно, везде есть интернет. Я не знаю, может быть, в Антарктиде еще нет интернета, мы можем туда на курорт и не ездить. Ну, не знаю, возможно, может, конечно, и есть. Но любая мечта, как и все в нашей жизни, оно, конечно же, стоит каких-то денег. И вопрос стал о том, что делать, да, какие деньги нам нужны, для чего. Вы знаете, я сегодня решила просчитать, какой, прошу, минимум нам с вами нужен. Ну, напишите вот мне в чате, поставьте единички тем, кто хочет в своей жизни иметь квартиру, машину, ездить на отдых и, ну, хотя бы так, хорошо питаться. Вот поставьте мне, пожалуйста, единички сейчас в чате. Так, вижу, что пошли ответы. Отлично, здорово, вы со мной. Хорошо, тогда давайте посчитаем, сколько это всего стоит. Я просчитала, что, допустим, мы с вами заставим для себя цель, я, видите, не очень амбициозно ставила, через 10 лет, что нам нужно делать? Да, можно дом, да, все зависит от того, где он находится, этот дом, да, в центре Минска, да, либо где-нибудь под Минском, либо где-нибудь вообще на хуторе, да, то есть его стоимость тоже будет, конечно же, варьироваться. Ну вот, давайте мы с вами посчитаем. Я просчитала, ну, сколько в среднем денег нам с вами понадобится, ну, сколько будет стоить эта нормальная жизнь, если вот через 10 лет мы сейчас будем считаться хорошо, откладывать деньги, да, и, ну, как бы сразу, согласно, будем считать. Я думаю, что, да, на берегу моря было бы круто. Ну что, давайте складывать. Простая математика. Ну вот я вам ценно ставлю витебские, возможно, ну, как бы, я уверена, что в Минске цитут другие, но я считаю так средний уровень города Витебска. Квартира двухкомнатная, такая в нормальном районе, стоит около 50 долларов. Плюс мы с вами понимаем, что кроме того, что ты покупаешь просто голые стены, да, конечно же, нам с вами нужно сделать какой-то ремонт, да. Ну, обычно, обычно нормальный ремонт – это стоимость практически квартиры, да, вот такой, ну, адекватный ремонт. Я вам говорю, и с мебелью, да, полностью, и со сделанным ремонтом. Я взяла 20 тысяч, да, то есть суммарно. Машина. Ну, вот я написала 10 тысяч, потому что, понимаете, да, если ты покупаешь машину за 4-5, ты все равно периодически будешь в нее что-то вкладывать. Давайте возьмем, посчитаем с вами такую машину, которая будет давать возможность нам ездить и, ну, не сильно беспокоиться, да, то есть по поводу ее какого-то ремонта. Отдых один раз с семьей в год. Один раз в год, да, я взяла 3 тысячи. Почему 3 тысячи? Сейчас на двоих, ну, 2-3 человека, я вот узнавала недавно, отдых стоит 2-2 200 тысячи долларов, да, это вот 5 звезд. Значит, и, конечно же, что-то там потратит, да, ведь каждый раз, когда ты отдыхаешь, ты хочешь околоть в атмосферу того города, в котором ты находишься, ты хочешь собрать с тобой, наверное, еще что-то. Ну, в среднем, я, говорит, посчитала, 3 тысячи долларов, да, на 10-бедную можно, и у нас получилось 30 тысяч, да. Это чуть-чуть сместился слайд, но я думаю, что вам, ну, понятно. Вот. И питание, да. Я написала 300 долларов в месяц, я просто, знаете, когда посчитала, если тратить 300 тысяч, ну, я вам говорю по наших старых ценах, я думаю, вы меня поддерживаете, да, так чуть-чуть проще воспринимается. Если просчитать в старых цифрах, да, 300 тысяч в день, да, на еду, то это будет еще даже больше, да, вот я прочитала 300 в месяц. 12 месяцев, да, умножаем, умножаем, получается, 3600 в год, это на питание, на 10 лет, да, 36 тысяч получается. И вот что у нас с вами в итоге. Смотрите, суммарно вот то, что нам, я сейчас посчитаю, сколько денег в месяц нам с вами нужно откладывать, да, вот чтобы у нас было как минимум для дохода, да. Вот суммарно сумма денег, которая должна у нас скопиться, это 146 тысяч долларов, мы делим с вами на 10 лет, в год получается 14600. В месяц получается 1200 долларов. То есть наша с вами зарплата должна быть 24 миллиона белорусских рублей, да, вот я вам говорю, вы меня не понимаете на таких цифрах. То есть 24 миллиона белорусских рублей она у нас с вами должна быть. И посмотрите, я сегодня здесь, я не включила, я не включала какой-то отдых, да, из категории там, ну, сходи с друзьями в кафе, либо, не знаю, отвезти ребенка там куда-то в зоопарк, в бельфинарий, да. Вот скажите мне, пожалуйста, где сейчас вы можете найти зарплату 24 миллиона белорусских людей? Если вы, например, мама в декретном, либо если вы, например, ну, не знаю, студент, либо вы пенсионер, либо вы молодой специалист, который ищет работу. Вот вы знаете, именно поэтому, будучи тогда молодым специалистом, я рассмотрела для себя, компания «Реклайс» и поставила для себя четкую цель. Где? Да, да, все верно. Значит, смотрите, я поставила для себя четкую цель, что за год нужно закрыть звание директора, потому что то количество денег, которым не нужно было, да, это как раз-таки именно вот нужно было сделать в год. И, конечно же, вы понимаете, что в любом деле у вас появляется очень-очень много разных путей, к каким можно идти. Но наш бизнес особенно тем, что всегда-всегда в нем есть насажение. И это, вы знаете, очень большая благодарность создателям этого бизнеса, да, сетевого маркетинга. И благодаря тому, что здесь у вас всегда будет начальник, да, такой в кавычках, это ваш спонсор, тот человек, который будет вас обучать, тот человек, который будет вам помогать. Он будет видеть путь, то есть вы должны видеть свой цель, а ваш спонсор, ваш менеджер, ваш директор, он поможет вам создать этот путь. Он вам распишет, сколько действий нужно сделать для того, чтобы достичь определенного результата какого-то периода времени. То есть вы понимаете, да, без мечты в этом бизнесе невозможно работать, если у вас нету своей вот этой, вот какого огонька, да, который будет мелькать. Я вот рассказывала, и вот сейчас просто сформилась про огонек. Как-то, не помню, наверное, месяца два назад я, ну, вообще, если говорить про меня, то меня в машине укачивается, на качелях меня укачивает. Так у меня как-то, стимулярный аппарат работает не очень хорошо. И я как-то каталась на качелях, и когда я выше раскачивалась, у меня был виден какой-то маячок, ну, какой-то красный огонек, он горел. И, вы знаете, пока вот я раскачивалась на этих качелях и смотрела, держала фокус на вот этом вот огоньке, да, мне было хорошо. Я раскачивалась все выше и выше, да, вот, вы знаете, в разном возрасте бывают свои какие-то заморочки, вот мне как-то хотелось покататься на качелях. И когда я, ну, понимала, что я уже высоко как-то поднялась, да, вот высоко раскачалась, я такая, начинала смотреть по сторонам, у меня сразу, ну, становилось, ну, мусно, да, то есть у меня сразу, ну, я понимала, что меня укачивается, то есть я плохо начинаю чувствовать. Я снова фокусировала свой взгляд именно на этот маячок, да, и мне снова становилось нормально. То есть, понимаете, в нашем бизнесе у вас всегда должна, вы должны всегда иметь этот вот ваш маячок. Ту цель, ради которой вы хотите работать. Может быть, это отдых, может, это будет шуба или подарок, без разницы, что. Но в этом бизнесе вы помните про свой маячок, а спонсор ваш поможет вам добиться результата. Он полностью проложит вам путь, скажет, что нужно делать, и ваша задача – всему научиться, да, и как можно скорее повторять то, что делает ваш спонсор. Конечно же, в этом бизнесе, как вы понимаете, работаем мы с совершенно разного возраста. Очень часто многие люди приходят к девушке, мужчине элегантного возраста, и вроде бы как не очень комфортно учиться у тех, кто начинает учиться у девушки возраста 25 лет. Да, некомфортно. Но если девушка в свои 20 зарабатывает в 3 раза больше, чем мы в свои 40, да, то, наверное, нужно к ней тоже прислушаться. Вот, поэтому, на самом деле, помним о том, что наша жизнь, она в наших руках, и иногда нужно с себя снять корону, да, и начать делать то, что говорит нам спонсор. И я уже говорила про то, что здесь, в бизнесе, нам нужно учиться думать по-другому, нужно учиться ставить планы. И, конечно, вот такое небольшое сравнение, да, человек, который пришел в бизнес, он начинает работать, да, он становится предпринимателем в этой идее, в этом виде деятельности. И у него начинает менять совмышление. Мы начинаем думать по-другому. Вот что делает человек, который работает в Панайме, да, вот у него такая серия, например, да, вот еще буду подглядывать слайд, да, как у тебя с работы пораньше, да, а в это время человек-предприниматель думает о том, как ему работать 4 часа в неделю и зарабатывать больше денег, да. Например, такой, когда дадут отпуск, да, вот он сейчас ждет и думает, этот человек, который работает в Панайме. А предприниматель в свое время думает, как ему провести время с семьей, да, как провести выходные и где провести отпуск, да, как запланировать свое время. И каждый человек, я не буду все это перечитывать, да, вы понимаете, что в нашей жизни, когда вы приходите в бизнес, меняется полностью все. И важно понимать, что только ваши мысли будут настраивать вас на восприятие той или иной информации. Там многие думают, вот мне отказали, у меня там трудности, мне отказали. Так, ребят, это не трудности. Отказывают, это хорошо. После каждого нет, вы услышите слово новое «да». Чем больше вы услышали «нет», тем больше вы услышите «да», тем больше ваших знакомых, они перейдут в этот бизнес. Конечно, трудности, они будут всегда. Нужно будет работать над собой, это очень главное, да, это главное менять мышление. Брать ответственность за свою жизнь в свои руки, это самое-самое главное. Быть готовым обучаться, быть готовым развиваться, быть готовым к тому, она поменяется в лучшую сторону, если сейчас, мы как раз с вами в такое, знаете, нужное время в компании Reflame, скоро юбилейный год, да, потрясающий следующий, 2017 год, когда сейчас нужно очень-очень активно поработать. И я повторюсь о том, что в вашем бизнесе есть помощь. Есть и люди, которые будут вам помогать, ваши менеджеры, ваши директора. Да, если сравнить простой вид бизнеса, например, ненейный, да, ну вот представьте, мы с вами сейчас открываем, например, ну, кафе, да, кафе в центре города, у вас все потрясающе, хороший товар обработает, к вам приходят люди, и ваше кафе работает почти круглосуточно, да, все очень круто и классно. Тут, например, приходит к вам ваш, не знаю, ну, брат там двоюродный, либо сестра, и она говорит, например, там, Илья, привет, слушай, я вот тут такой идеей заказалась, хочу напротив, через дорогу, открыть прям вот тоже кафе, вижу, что у тебя все очень классно идет, слушай, давай, ну, помоги мне, я вот тоже хочу, расскажи мне, пожалуйста, кто тебе делал такой классный интерьер, какую тебе мину, поделись со мной секретами, а можно-то и повара будут у меня работать, да, вот что-нибудь такое. Как вы думаете? Ну, все мы поделимся тайными, все ли мы поделимся бизнесом, а еще вы прекрасно понимаете, что в линейном виде бизнеса есть такое понятие, как пожарная служба, ну, какие-то проверки, да, очень много-много всего, вот я вам скажу, что когда я работала по найму, да, еще жившему в Новолукомле, к нам пришла одна же проверка, было безумно холодно в помещении, конечно же, у нас стоял обогреватель, да, потому что, ну, просто было очень холодно, и на как стоял обогреватель, и, конечно же, получили большущий страх за то, что он работал, ну, вот такой, вот, собственно говоря, просто традиционный бизнес, да, в этом бизнесе у вас нет конкуренции, ну, она есть, но она здоровая, вы знаете, мы с вами здесь все, вот смотрите, в нашем чате, все цифры, это подразумевают директорские команды, посмотрите, мы все работаем в разных, в разных веточках, да, но мы все обучаемся у одних и тех же людей, делятся информацией, вот, те, кто даже не заинтересован в вашем роде, да, как это классно, как это круто вообще, ну, кто придумал с фермер-ракетом, спасибо огромное, да, вот эту систему обучения, и, конечно же, важно понимать, что мало просто прийти и мечтать, есть определенные формулы успеха, самая главная, самая простая формула успеха, это, конечно же, пользоваться продукцией компании Reflame, то есть себя очень выгодно покупать, да, очень выгодно делать товар-оборот именно для себя, то есть сегодня, купив в своем магазине, вам компания Reflame потом будет возвращать проценты, совершенные, ну, лично, лично именно вашими покупочками, да, то есть компания будет обратно зачислять, это классно, это удобно, только пользуясь продукцией, вы сможете, ну, как бы отвечать на вопросы, касаемые именно продукции, вы знаете, если у вас, например, спорщит кто-то из знакомых, например, там, и привет, слушай, вот мне там порекомендовали, что у вас там есть какая-то тушь, да, и вы так, оп, какая тушь, боже мой, о чем она говорит, я вообще эту тушь не пользуюсь нашими, да, покупаю что-нибудь другое, да, вот, вы прекрасно понимаете, что вы являетесь, зарегистрировавшись в себя в компанию, в наш проект, вы являетесь брендом, уже бренд, вы являетесь бренд компании Reflame на себе, важно быть продуктом своего продукта, любить, пробовать, честно скажу, что более тысячи наименований, и вы найдете для себя то, что вам идеально подойдет, даже если вы купили себе, и что-то вам не подошло, мне не все серии подходят, нет, не все, но я ищу каждый раз, когда я понимаю, что у меня меняется тип кожи с зимнего на летний, да, летом у меня кожа более жирная, зимой она уже такая больше комбинированная, я, конечно же, каждый летом начинаю подбирать себе новую линейку, да, я хочу пробовать, ну, что-то новое, то, что выпускает компания, конечно же, не все мне всегда подходит, но я нахожу то, что мне подходит, и это очень классно, да, то есть покупаю я у себя. Следующая составляющая формулы успеха, это, конечно же, приглашение новых людей на возможности, в офис, в кафе, на вебинары, да, то есть в этом бизнесе может работать, зарабатывать каждый, но для того, чтобы, конечно же, получить результаты, важно понимать, что мы не ищем продавцов, да, которые будут рекомендовать, мы ищем людей, которые будут заинтересованы в том, чтобы сделать сериал, чтобы, чтобы, чтобы свой уровень жизни, да, нужно будет работать, да, нужно будет много работать, но это даст вам потрясающие результаты, да, то есть в этом бизнесе нужно, и, конечно же, обучаться, постоянно обучаться, посещать презентации, вебинары, тренинги, мероприятия, которые есть у нас, они не так часто проходят, да, вот уже очень скоро, буквально в воскресенье у нас будет безумно красивое мероприятие, если вы еще там не были, я вас сейчас сразу приглашу, 24 июля в городе Витебске пройдет самое красивое мероприятие в году города Витебска в Арифлейм, это банкет успеха, поздравления, номинации, награждения, чеки, новости, фуршет, выступают наши звезды, то есть, представьте, какая-то большая мотивация, какой-то уровень энергии, вот когда я туда пришла, на такое мероприятие, я вот попала туда однажды, меня Аня пригласила, я посмотрела, я поняла, что да, я хочу, я хочу, я хочу вот так вот, я хочу позволять себе больше, чем позволяю сейчас, но, конечно же, о том, как работать, да, и что делать, где вот все это брать, первое и самое главное, да, то есть, что нужно для этого бизнеса, это, конечно же, составить список своих знакомых, наверное, уже вам спонсор кому-то говорил, обращение, сколько стоит билет, говорит, Оль, билет стоит 100 тысяч, 100 тысяч, 10 рублей, правильно, вот, на наше мероприятие, вас там будет ждать и фуршет, и отдых, то есть, это вот заряд энергии, если вы еще не приобрели билет, обязательно позвоните вашему менеджеру, либо директору, он вам обязательно его отложит, но мероприятие проходит всего лишь один раз в полгода, и побывав там, да, то есть, ну, вы, эти эмоции, да, эта энергия будет с вами много-много-много времени, ну вот, продолжим, список знакомых, важно понимать, что кого приглашать, да, кого приглашать в этот бизнес, как уже писала Аня в чате, нужно приглашать, конечно, своих родных, список знакомых, это ваш такой фундамент, который даст вам возможность зарабатывать хорошие деньги, я просто вам сейчас приведу пример, да, о том, как его создавать, как это легко и просто, вот я думаю, что все есть в социальных сетях, да, вот все есть, наверное, если бы вы не были на вебинаре, наверное, вы бы не были в социальной сети, напишите мне вот сейчас в чате, сколько у вас друзей на страничках ВКонтакте, либо в одноклассниках, да, вот просто напишите, я вот вам сейчас напишу свою цифру, и вот как вы напишите, сколько у вас, вот так вот, если помните, сколько у вас человек находится в друзьях ВКонтакте, в одноклассниках? 400, отлично, 80, у кого еще сколько? Так, ну я жду ваши ответы, 118, 660, вот, здорово, смотрите, цифры, они очень-очень разнятся, но, вот, вижу, все, спасибо за ответы, да, среднем у всех около, 100, да, 100 и более, почти, почти 100 у кого-то, то есть знакомые, это не наш круг общения, да, мы очень часто это путаем, что говорим, что у нас, ой, мало знакомых, на самом деле, круг общения, вот, он не большой, а знакомых у нас очень-очень много, родственники, близкие, дальние, наши с вами друзья, и вот, если вы просто заглянете даже в одну социальную сеть, вы поймете, что у друзей очень-очень хорошее количество штук, и, конечно же, приглашаем мы их туда, мы приглашаем их в компанию, приглашаем совершенно по-разному, да, я вам сразу говорю о том, что вот этот, если вы знакомы, в чем, ну, у него такой небольшой минус есть, конечно, он может закончиться, да, но, важно понимать, если вы пришли зарабатывать деньги с SEO-маркетинг, пополните список знакомых с этим, знакомьтесь с этим, если вы пришли в кафе, и у вас хорошо обслужилось, девушка, познакомьтесь с ним, да, не бойтесь знакомиться, стоите в очереди, заведите разговор, затем приняйтесь в контакт, очень часто происходит, когда, вы взяли совершенно просто, такие вот, ну, непонятно, незнакомые люди, да, и потом с ними становишься очень близким по духу, да, смотрите, я просто приведу к примеру, ну, вот мой менеджер компании, это Елена Зиновьева, это та девушка, с которой мы в школе, наверное, в пятом классе были вместе в лагере, то есть мы когда-то тогда познакомились, да, и потом, ну, как бы, в принципе, общения не было, она уехала из города на Волокомль, да, и вот общение, оно просто потерялось, когда появились социальные сети, мы с ней добавились как-то в друзья, и, конечно же, я не могла ей не написать, потому что спонсорам было задание дано, пригласить всех своих знакомых, всех, ну, конечно же, я их приглашала, вот, и благодаря тому, что я Елену пригласила сейчас, эта девушка, это успешная мама, успешная бизнес-леди, это менеджер нашей компании, да, в следующем году она уже планирует на банке директоров поехать, поэтому, друзья мои, приглашайте своих знакомых, приглашайте тех, кому вы хотите сделать жизнь лучше, кому вы готовы помочь, и я вас уверяю, что в первое время они, конечно, будут, возможно, смеяться, кто-то будет вам говорить, куда ты вляпался, они же, ну, не потому, что они желают плохого, они просто переживают за вас, да, но, вы знаете, ну, как бы, можно просто слушать и не слышать того, что вам говорят, а можно слушать и говорить, ой, какие у меня трудности, на самом деле, все это не трудности, да, наша жизнь стоит из положительных повоз, белых и черных, только мы с вами решаем, как долго продлятся эти полосы, вот, поэтому, друзья мои, знакомых нужно приглашать, и пусть они говорят все, что угодно, наше значение пригласить их в наш бизнес, чтобы они знали о том, что вы для них открыты, как для партнерства вы открыты, если вдруг не сегодня, завтра им не интересно, а им интересно станет через полгода, через год, они знали, к кому обратиться, для того, чтобы, например, начать свой бизнес с компанией Арифлейм, и ситуации бывают разные, сегодня нет, и нет не значит никогда, как мы приглашаем своих знакомых, пару таких шаблонов, да, как мы работаем, сейчас я тоже их зачитаю, да, они все простые, в основном, я люблю приглашать своих знакомых, как раз таки не говоря им, что это компания Арифлейм, кстати, многие уже мои знают, что я в Арифлейм, правильно, вот, но первое время, конечно же, удобно было приглашать, не говоря им, что я в компании Арифлейм, ну, самый простой шаблон, привет, мне к тебе есть дело, заходи ко мне в гости, на чай обсудим, все, в принципе, ну, если начнет спрашивать, ну, давай, скажи, что здесь все, это не телефонный разговор, приходи, жду тебя, да, привет, ты как, все отлично, здорово, слушай, мне нужно с тобой кое-что обсудить, но это совсем не телефонный разговор, давай встретимся в городе, заодно попьем кофе, чай, что-нибудь вкусненькое, мы с тобой давно не видели, очень легко и просто, ничего сложного, да, как поживаешь, давно не видевай, встретимся, либо там заезжай ко мне в гости, заодно и обсудим, а что за новость, да, все по телефону, вот, то есть все намного проще, то есть совершенно не нужно усложнять, вот, чем проще приглашение, тем как бы проще к нам тянутся люди, еще вот пара шаблончиков тоже здесь, уже когда вы, ну, понимаете, да, что вы работаете в компании, что вы понимаете, что вы надолго здесь, да, и такой вариант, что привет, Надя, слушай, я планирую открыть ИП, мне нужны партнеры, да, встретимся, пообщаемся, все, если Надя нужна в деньгах, то Надя, конечно же, придет, сказать, привет, я открыла свой интернет-магазин, мне нужны партнеры, которым интересен основной или дополнительный доход, можешь посоветовать кого-нибудь, это очень такая крутая фишка, когда я спрашивала у своих знакомых, ну, вот, можешь ли посоветовать кого-нибудь, они мне, писали мне, либо спрашивали ответ, а чего ты меня, ну, я им говорю, я думала, что у тебя там все хорошо, чего тебе, тебе нужны дополнительные деньги, то тогда они мне уже начинали отвечать, зачем им быть у меня в бизнесе, да, зачем им приходить сюда вот к нам в проект, да, для чего обучаться, для чего развиваться, вот, тебе-то у меня знакомый предприниматель сейчас открыла свой интернет-магазин, ей нужны менеджеры, я подумала о тебе, ведь тебе как раз подходят варианты работы дома, это мамочки, да, в декретном, которые сидят дома, ну, то есть, либо те, у кого совсем мало времени, я тебе предлагаю человеку, она говорит, ой, ты знаешь, у меня совсем мало времени, скажите очень красивую фразу, она всегда срабатывает, именно поэтому я тебе и звоню, да, если человек говорит, ой, ты знаешь, ты же знаешь, что я работаю на пяти работах, и вы им говорите, что именно поэтому я тебе и позвонила, либо у меня же двое детей, именно поэтому я к тебе и обращаюсь, да, вот такой, ну, несложный, да, то есть, но очень легко, и это цепляет, да, им это становится интересно, что ж такого интересного я могу вам ему предложить, да, что вот он весь такой занятой, либо она, да, а я ему предлагаю бизнес, вот, еще такой маленький шаблончик, да, Маш, привет, я помню, ты мне говорила, что тебя не устраивает зарплата, у моих знакомых есть интернет-магазин, и им нужны менеджеры, сегодня онлайн-презентация о сусе работы, просто нужно зайти по ссылочке и послушать, тебя никто видеть не будет, и слышать тоже тебя никто не будет, если тебе будет интересно, спросим у них, что дальше, то есть, как бы вы так не при делах, собственно говоря, просто ваши знакомые, там, а вы знаете, что Маша нужны были когда-то деньги, да, ну, еще вариант, там, Денис, привет, мне знакомая посоветовала один проект, в котором можно зарабатывать деньги, совмещая с основной работой, я думаю, тебе это тоже интересно, проект в Беларуси официальный, слушай, давай вместе сходим сегодня во субботу, слушаем презентацию и решим, подходит это нам или нет, презентация будет типа по такой-то там ссылочке, да, это еще очень-очень удобно, и в принципе ничего сложного, каждый человек может пригласить тогда, ну, а если вы тем более звоните, да, то смело все это в записи, читайте, не выдумайте ничего с головой, это классно, когда у тебя есть инструменты, ты им пользуешься и просто, ну, как бы, читаешь, да, сначала потренируйтесь на кошках, позвоните спонсору пару раз, информационную, а потом звоните, приглашайте, если начинает раз по телефону, если вы приглашаете на знакомую, я сам сама вообще ничего не знаю, мы все сходим там, либо посидать, встретимся, посидим, послушаем, да, то есть, ну, так, я ничего не знаю, давай приглашать, давай пойдем вместе, да, либо она тебе все ответит, это же не я, а моя знакомая, вот, когда вы начинаете делать все, что вам говорит спонсор, вы работаете именно теми методами, которые он вам дает, да, не отходя от шаблонов, то есть эти методы, они же, вы понимаете, ну, не из воздуха взялись, это те работающие шаблонные фразы, которые приносят хороший результат, на которые люди откликаются очень легко, да, они все очень такие непринужденные, вот, при правильном планировании и правильном составлении действий, только работая со списком знакомых, вы можете открыть и закрыть квалификацию директора, и вот я делала то же самое, что мне говорила Аня, и, конечно же, звание директора, оно не заставило себя ждать, время тысячи долларов, она была, ну, выплачена мне, компании, потратила ее, конечно же, на себя, сразу говорю, ты понимаешь, что очень хочется, то, что происходит, вот, то, что происходит на сцене, да, когда тебя поздравляют, я, честно говоря, скажу, что к сцене всегда относилась очень спокойно, я в детстве никогда не впечатляла, и я думала, ну, что, ну, вот, поднимусь, я на сцену на банкете, ну, интересно, в чем у нас разница, и вы знаете, ну, не дадут мне соврать новые директора, да, и новые директора, которые были вот на банкете к директорам, это совершенно другие эмоции, совершенно другая сцена, совершенно другое признание, и благодаря тому, что когда-то я составила план, компания Reflame вопластилась огромное количество моих мечет, да, маленьких и больших, я начала путешествовать, я стала чувствовать себя, ну, девушкой, да, не парнем юбки, я стала уделять возможность, ну, стало, мне появилось больше времени на личное развитие, на обучение, да, ты посещаешь банкеты, и вы знаете, вот на фотографии сверху справа увидите меня, вот в обнимку я стою со своей мамой, на банкет директоров вам дается приглашение на два человека, и вы сами выбираете, кого туда брать, и вот в прошлом году со мной поехала мама, и для меня это был самый, ну, даже вот этот банкет для меня был более впечатляющий, чем тот, на котором меня поздравляли со званием директора, моя мама ходила и весь банкет плакала, ну, инвестивно, наверное, первые там, 64, она ходила со слезами на глазах, я все ходила, и звучала, думаю, ну, чего же ты плачешь-то, ну, все хорошо, все хорошо, все хорошо, потом уже, когда мы стали с ней разговаривать, она говорит, ну, это просто слезы счастья, говорит, я не представляла, что компания, это так, она говорит, я понимала, что это каталогия, понимала, что вы там что-то делаете, вы там работаете, но я не думала, что Арифлейм это такое, там нужно быть, и хотя бы один раз работать очень активно, чтобы очутиться на банкете в 2 срок и испытать эти эмоции, оно этого действительно стоит, и, вы знаете, я люблю путешествовать, каждый раз, ну, приезжая в какой-то новый город, в какую-то новую страну, я приезжаюсь энергией, и вот за последние полтора года вместе с компанией, за деньги компании, которые были заработаны, мной было посещено в 9, нет, 8 стран, да, вот я вот так вот по городам, 8 стран мира за последние полтора-два года, учитывая то, что до этого, да, прошло 20, ну, так, с небольшим лет, либо с большим, да, то есть, давайте так скажем, что до 25 лет я ездила только к бабушке в Крым, когда меня возили родители, да, то есть, когда я была совсем-совсем маленьким ребенком, то есть, вот я, для меня, понимаете, ощущение счастья, это когда ты на улице, когда ты путешествуешь, когда у тебя есть возможность узнавать атмосферу другой стороны, ощутить вообще как это, да, посмотреть, как живут по-другому, как живут люди, и это очень-очень дорогого стоит, и, ну, каждый должен найти то, что ему нравится, каждый должен найти то вот это вот, помните, я говорила, маячок, который будет вам светить, да, благодаря которому вы будете в нашем бизнесе расти, расти и расти. Завершая мой вебинар, я вам хочу сказать, что не бойтесь, не бойтесь, что у вас не получится, понимаете, в нашем бизнесе оно может получиться сразу, может получиться чуть позже, но нету тех, у кого не получилось, которые наслушались, нет, и решили, что это не почему-то, это не его, не его это путешествовать, не его это дарить хорошие подарки, не его это кушать здоровую пищу, да, покупать, не его это хорошо ездить на отдых, да, то есть не там во все включено и больше ничего, да, и пляж, ну, приезжаешь как негр, да, с отдыха, потому что где ты был на пляже, да, все, что я делал. Вот, в нашем бизнесе, если у вас есть маячок, если у вас есть офисель, да, которая вот, она вас греет, дойти до очень-очень высоких ступенек, но она должна быть, ее нужно придумать, нужно решить, чего вы хотите, и она вас будет мотивировать, стимулировать, делать новые-новые-новые действия. Не бойтесь, что не получится, бойтесь, что вы не попробовали. Не поздно начинать сейчас, да, сейчас начинать не поздно, поздно будет, ну, завтра, а сегодня начинать самое время. И на самом деле шанс не бывает единственным в жизни. Знаете, шансов дается много, единственное бывает только жизнь. Не упустите шанс жить по-настоящему. Начните сейчас работать, поработайте год, дайте себе срок, я год активно работаю в компании, год. И я вас уверяю, в следующем году на банкете директоров вы будете стоять не один раз на сцене. Не один вас будут поздравлять и с созванием и директор, и старший директор, и золотой. И может быть даже и выше. Просто не бойтесь, не бойтесь пробовать. Придумайте эту цель, которая будет вас греть, которая будет вас вести, как тот свет, который ведет, ведет и ведет. И видите только его. Я заканчиваю вебинар. Я желаю вам любить свою жизнь, любить своих родных, любить себя и любить каждый день, который у вас в жизни проходит. Делать так, чтобы этот жизнь... Думайте, просто каждый раз задумывайтесь о том, что этот день, он неповторимый. Он должен быть самым лучшим в вашей жизни. Пусть вы будете засыпать усталостью от того, что вы сделали сегодня. Без задних ног, как говорится, ложиться. Без задних ног ложиться спать. И на самом деле важно понимать просто, что это тот лучший день, то есть это та удовлетворенность. Регистрации сколько? Ну, смотрите, если брать по регистрациям, то важно понимать, что раньше я работала офлайн, когда пришла я в наш бизнес. Мы работали методом соцопроса, конкретирования. Мне сложно сказать, я начала работать в марте и активно научилась всему как-то вот с конца лета. Конец лета и в декабре месяце я открыла звание директор. Ну, я могу соврать, но каждый день как минимум одна регистрация проходила с заказом, то есть именно проходил рекрут. Это было важно понимать, чтобы проходил рекрут. И вы знаете, на самом деле это несложно. Когда ты вливаешься в какое-то действие, ты уже не можешь, тебе уже некомфортно, когда ты это что-то не сделал. Поэтому, друзья мои, если нет больше вопросов, я желаю вам хорошего вечера, я желаю вам хорошей жизни. Увидимся с вами на банкете директоров следующего года. Буду рада видеть всех на сцене. Абитозных вам целей, планов, мечтайте и осуществляйте свои мечты. Вам хорошего вечера. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok